Валерий Дмитриевич, ну, думаю, начнем по следам текущих минувших дней. Вот что интересно, на западных границах у нас, очевидно, движение, что немаловажно по данным источников, в Блумберг идет набор резервистов, так сказать, для вооруженной операции, по вторжению, говорят, поговаривают, по крайней мере, на территории Украины, которая намечена на ближайшие месяцы, ну или даже недели. Десятки тысяч россиян, в свою очередь, военнослужащих запаса уже получили свои повестки прибыть в армию. Компания, собственно говоря, по призыву запасников именуется как крупнейшая в истории нашего государства со времен СССР. В свою очередь, разведка Соединенных Штатов говорит о том, что такие тактические группы, развернутые на российско-украинской границе, уже находятся в наступательной позиции. Ну и считается, что дан старт масштабной такой операции, и, собственно говоря, это все может случиться после наступления, прошу прощения, морозов. Ну, от российских, естественно, представителей никаких внятных комментариев нам ждать не приходится, как и обычно. Валерий Дмитриевич, вероятность военного вторжения есть? Как Вы считаете, и что может, и что решает сейчас Кремль, что может решить в таком случае наш уважаемый или не очень для кого-то президент? Валерий Дмитриевич, вероятность военного вторжения, она существует, как она была и весной этого года. И весной этого года вероятность была гораздо выше, чем сейчас. Я напомню, что весной этого года силовой шантаж завершился успехом. Российская сторона получила то, что она хотела. Американский президент предложил российскому визави встречу, саммит в Швейцарии, он состоялся. Сейчас российская сторона рассчитывает на что-то похожее. И плюс она рассчитывает на некие уступки со стороны Евросоюза, не только в отношении позиций по Украине, но и по ряду других пунктов. Но для того, чтобы силовой шантаж был успешен, надо, чтобы готовность к войне выглядела практически стопроцентной. То есть, чтобы она была реальной. То есть, поэтому эшелоны с военной техникой сейчас разгружаются украинских границ, но не только украинских. На границе с Литвой тоже. На границе с Литвой. И если, не дай бог, началась война, я надеюсь, что она все же не начнется, то Украина – это направление главного удара, но будут и второстепенные удары, отвлекающие в направлении стран Балтии. Как я уже сказал, что это, с моей точки зрения, и не только с моей точки зрения, это, скорее, силовая демонстрация, попытка силового шантажа. Но не надо забывать, что во главе Российской Федерации стоит крайне непредсказуемый человек. Но что там непредсказуемо? Он откровенно болен. Причем он с серьезнейшими психическими проблемами. Это медицинская констатация, то есть это не оскорбление ни в коем случае. Я уже не говорю о том, на каких препаратах он находится. Это первое. Второе. Всегда существует риск того, что некий локальный конфликт, который будет считать элементом гибридной войны, приведет к разворачиванию и к непредвиденно значительным последствиям. Этот риск нельзя никогда отрицать. И многие войны начинались именно таким образом, что следствия значительно превосходили те обстоятельства, которые находились в своем начале. И, наконец, третье. Это чрезвычайно важно. Пока Путин во главе России, он от Украины не отстанет. Украина – это его болезненное, больное или воспаленное место. Это именно так. Это именно так. И не мытьем, так катанем. Он будет пытаться давить на Украину и через Украину на Запад, а через Запад на Украину. Другое дело, что это ужасно надоело западным партнерам, в кавычках, партнерам, партнерам Российской Федерации. Они все понимают. Но, честно говоря, они особо повлиять пока не могут. Да, в общем, видимо, и не хотят. Они ждут, что в следствии естественного развития событий Путин уйдет небытие. Они рассчитывают, что это произойдет гораздо быстрее, чем выборы в 1924 году. И они считают, что можно перетерпеть. Но, в свою очередь, Владимир Владимирович полагает, что как раз это его вынуждает торопиться. Что ему надо завершить свою великую историческую миссию, восстановление геополитической мощи и влияния, которые в свое время потерял Советский Союз и сейчас может воплотить Россия. Это, так сказать, долг его чести. И что за венцом его земной жизни станет восстановление такого геополитического величия. Так что все это круто, круто замешано на личных амбициях. И лично мне здоровье, здесь о здоровье говорить не приходится, одного человека. Какого человека в свое время удавалось дважды отговорить отторжение на Украину. В 15-м году его удалось отговорить, когда все висело на волоске. Кстати, что любопытно, отговаривали именно военные. Они-то как раз очень хорошо понимают, что такое война. В отличие от геополитиков с воспаленными мозгами. Но не всегда военные оказываются столь удачными. В конце концов, как сказал один американский генерал, дело военных – это убивать людей, разрушать здания и выполнять приказы. Поэтому мы будем надеяться на лучшее. Но, честно говоря, можно приготовиться и лучше. То есть риск, я не считаю, очень значительным, но он совершенно точно не нулевой. Это не нулевой риск начала войны. Эльвира? Да, Валерий Ильич, еще очень важный момент. Помимо недавней американской резолюции, непризнания Путина президентом. Кстати, также хотел, чтобы вы это прокомментировали после 2024 года. И является такое историческое событие, произошедшее не так давно в Вашингтоне, которое многие, я считаю, упускают. А именно подписание украинско-американской хартии, стратегического сотрудничества. И теперь, насколько я понимаю, никаких сомнений в том, что Москва, Россия заплатят чудовищную цену в случае жесткой эскалации по отношению к Украине. Валерий Ильич, неужели в свете таких вот так скоро развивающихся событий Путин, учитывая подобное давление, может пойти на обострение? Может пойти на обострение, потому что, ну, что касается первого обстоятельства, там, резолюция Конгресса, это вообще никакой цены не имеет, никакого значения абсолютно. Это не более чем, ну, как в России любят называть пиар. Это правда пиар, что с 2024 года еще пилить и пилить, и все к этому времени сто раз изменится. Другое дело, что в России это отыгрывает пропагандистские машины, называют решательством. Это первое. Второе. Что касается поставок чувствительных систем вооружения. Да, американцы могут кое-что поставить, кое-что поставить, это правда. Но дело в том, что если начнется военное вторжение, в России есть преимущество в воздухе, оно является абсолютным. Оно является абсолютным. Я уж не говорю о том, что в России есть тоже новейшие системы вооружения, которые они, если это будет полномасштабная война, с охотой премии. Ну, конечно, что самое любопытное, союзники США по НАТО категорически против поставок новейших систем вооружения Украины. Категорически против. Они считают чрезвычайно опасным. Это считают средством эскалации. Более того, если такие поставки, ну, там, я о джавелинах не говорю, они уже находятся, да. Но что-то еще, это скорее будет стимулировать Российскую Федерацию, начать вторжение, чем сдерживать. Я могу сказать, что в Кремле абсолютно уверены в том, что в случае военной операции успех будет достигнут. И там речь не идет о походе на Киев, ничего подобного и, в общем, не планировалось. Ну, по крайней мере, последние два года ничего подобного не планировалось. Там речь идет о более скромных, может быть, задачах, о том, чтобы отсечь где-то треть Украины. А сколько будет пролито крови, никого не интересует. Не так много. С точки зрения Кремля не так много. Они считают, что потери будут не очень большими. Не очень большими, они вполне приемлемы. И считают, что Запад не вмешается, потому что ему будут угрожать применением ядерного оружия. И если Россия совершит ряд еще драматических и эффектных жестов на границах с Балтией, то Западом будет уж совершенно точно не до Украины. Я не берусь судить, насколько эти расчеты справедливы. К сожалению, в таких случаях проясняет только жизнь, но ответ дает история. И мне бы лично очень не хотелось увидеть никакой ответ из тех гипотетических, которые история может дать. Потому что в любом случае за этим ответом будут стоять по минимуму тысячи человеческих жизней. Если не больше. И страдания народов. Я имею в виду не только украинцев, естественно, я имею в виду и русских. Это было бы чудовищно. Но просто надо отдавать себе отчет. То, что кажется чудовищным нам, это совсем не чудовищно для кремлевской элиты. Не для всей. Но для той части, которую называют силовой частью, даже я бы сказал именно для чекистов. Но для них это не чудовищно. У них в голове все это прекрасно монтируется. Надо отдавать себе в этом отчет. Их сознание устроено совершенно иначе, чем наше. Поэтому, когда я слышу, что это нелогично, это неразумно, мне становится откровенно смешно. Слушайте, то, что происходит в России последние 20 лет, это какой логикой все объясняется? Ну, посмотрите. Пытаются доказать алогичность. Что было логично травить Навального, убивать Немцова, убивать Политковскую, выдавливать того же Дмитрия Геннадия Буткова, это что, логично? Валерий Дмитриевич, а вот возвращаясь в 2014, прошу прощения, что прерываю, вот зрители спрашивают, в 2014-м-то почему остановился? Ну, речи идет о событиях в Украине. Путина уговорили, тогда уговорили. И, кстати, это не связано было с визитом президента Жвейцарской конфедерации. Никакой связи здесь совершенно точно нет. Я знаю, по крайней мере, одного из людей, которые участвовали в том, чтобы уговорить российского президента. Они объяснили, какими последствиями это может быть чревато. Второй раз ситуация повторилась в 2015 году, но она уже была связана с другим казусберием. Да, кстати, в 2014 году, я просто хочу напомнить, что сбитый Боинг, сбитый Боинг, да, он затормозил реализацию, остановил реализацию плавок. Потому что на месте Боинга должен был оказаться российский самолет. То есть это должен был казусберием. И я могу сказать, что когда в этот момент проходило свидание Совета национальной безопасности и обороны Украины, и там обсуждали именно, как русские начнут вторжение, в тот момент, когда президенту Порошенко на стол положили сводку, он прочитал ее, покраснел, прочитал ее еще раз, перекрестился и сказал, слава Богу, Украина спасена. Да, для Украины это действительно было спасением. Ну и по счастью, это предотвратило вот такой ценой, ценой трагедии была предотвращена, по моей точки зрения, катастрофа. Потому что нет никаких сомнений, что Россия бы одержала военную победу. Ну, какие были бы последствия политические, там, культурные и прочее. С Крымом-то еле-еле удалось справиться. Вот его интеграция прошла и идет с большим скриптом. А представить себе там интеграцию шести-семи украинских областей, и живут люди, ну, очень отличающиеся по своему поведению, по политической культуре от граждан Российской Федерации. Вы представляете, какие могли бы быть последствия? Ну, так или иначе, удалось избежать. Но риск всегда, еще раз подчеркну, это очень важно понимать. Пока президентом России является Путин, риск войны с Украиной остается. И он совершенно точно не нулевый. Он тянется за ним шлейфом. Валерий Викторович, а вот такой вопрос. В любом случае, если бы вы принимали решения, связанные с внешнеполитическим блоком, при всей имеющейся исходной ситуации, решились бы вы на активное наступление, и какую бы политику в отношении Украины вели? Ну, понятно, что если бы я был наделен такой властью... Потому что многие видят вас именно человеком, наделенным именно такой властью. Россия бы находилась в совершенно другом положении. Она бы не воевала с Украиной. Это было бы абсолютно исключено. И она бы защищала свои интересы. У России есть национальный интерес. И время от времени они ущемляются. Ну, это вообще удел любой крупной страны. Она бы защищала свои национальные интересы внутри России. Потому что национальные интересы России находятся совершенно точно не в Сирии, не в Венесуэле и даже не в братском Донбассе. Они находятся в Рязани, они находятся в Мурманске, они находятся в Магнитогорске, они находятся в Нижнем Тагиле. То есть я бы исходил из совершенно другого приоритета национальных интересов. Это первое. И второе. Я бы исходил из того, что независимо от того, нравится Запад или не нравится, здесь возможны различные точки зрения, только Запад может быть для России источником технологий, источником в том числе кадров и источником инвестиций. Хотя это зачастую могли бы быть русские деньги, которые репатриированы из Запада в Россию. Поэтому, конечно, ничего подобного не было. Но почему все это произошло, почему Россия совершила такой разворот геополитический, это предмет очень интересного, чрезвычайно интересного обсуждения, и со временем будет выясняться все больше и больше нового. Я могу сказать, здесь во многом, во многом зависело от именно личного профиля президента Путина. Во многом. Чудовищная обида на Запад у него, чудовищная. У него для этого были, как он считает, серьезные причины. И с 2008 года он принял для себя решение. И это решение, реализация этого решения, он планомерно и последовательно идет. Показать, так сказать, факт Западу, показать ему, что такое Россия, действительно мстит за то, что он считает унижением. Восстановить на обломках Советского Союза геополитическую роль и геополитическую мощь. Он считает, что ему отчасти это удалось. И восстановить, что очень важно, не так, как Китай это делал. Не с помощью ускоренного экономического роста. Не с помощью превращения России в культурно привлекательную страну для своих соседей. Культурно, экономически. А с помощью тех инструментов, и здесь, если хотите, Путин оказался очень прозорлив. Тех инструментов, которые казались забытыми. Это инструменты войны и то, что получило название гибридной войны. То есть использование целой серии инструментов. Это начиная от работы в социальных сетях, подкупа политиков, коррумпирование, так сказать, целых политических систем. В небольших европейских странах. И это довольно успешно сработало. Если бы эти деньги не разворовывались, то есть там где-то на эти операции выделялось среднее, я не знаю, сколько сейчас, от 5 до 10 миллиардов долларов в год. Мне сказали, что на работу в социальных сетях даже не на раз, что да. Социальные сети, подкуп, разного рода, так сказать, сомнительные вещи, завоз наркотиков в Европу, за этим тоже во многом стоит Российская Федерация, основные наркотрафики в Европу идут через нее, потом, кстати, через вот эти Донецкие и Луганские республики и через порты Юга России. Вот если бы эти деньги не разворовывались, использовались эффективнее, я могу сказать, что, наверное, Путин добился бы многих из своих целей. Не всех, но совершенно точно многих. Он просто понял, что военная сила – это инструмент. Все еще. И это важный инструмент. И посмотрите, что происходит. Конфликт между Арменией, Азербайджаном, в Закарабах, да? То есть это пример. Он подал пример. Все страны начали срочно вооружаться. Они все рассматривают, они понимают, что оказывается то, что считали забытым после окончания Холодной войны и крушения СССР, никуда не делось. Обсуждение возможного военного конфликта между США и Китаем, столкновение за Тайвань. Все это вернулось в повестку дня. Я могу сказать, что те люди, которые придумали концепцию гибридной войны, ее приписывает Валерия Герасимовна, ну вообще на Западе его считают просто гениальным. Они считают, что это гениальное изобретение. Потому что с помощью минимальных средств, ну сколько там ВВП России, мировой доли, в 10 раз меньше американского, да? В 10, даже в 11, по-моему. Там в 7 раз или 8 меньше китайского. И посмотрите. А, кстати, ВВП России, по-моему, всего в 2 раза больше шведского. И вот с этой непропорционально малоэкономической мощью Россия умудряется стать пугалом. Это не предмет гордости, конечно. Но пугалом, фактором раздражения и фактором влияния в значительной части мира. Ну и Путин, наверное, доставляет удовольствие. Его окружение... Отдуваться, Валерий Дмитриевич, будем делать. Да, Воронежу, как в знаменитой шутке, Нижнему Тагилу. Зато у нас средний класс теперь от 17 тысяч рублей отчитывается. Да, это замечательно. Это та цена, которую мы заплатили за удовлетворение путинских амбиций. Именно путинских, я сразу подчеркиваю. Также о лжи давайте поговорим. Вернемся на несколько десяток лет. Хотелось бы обсудить с вами, если это можно, каратенечко версию о гибели Курска, в частности, высказывание. Вы наверняка слышали или читали адмирала Вячеслава Попова, который был уволен в ходе расследования. Спустя аж два десятка лет продолжает настаивать на том, что российская подлодка погибла от столкновения с НАТО. Мы про НАТО уже начали говорить. Что ж, продолжим. Это сказано было в интервью, но если это даже так, то почему в следственном деле следующее? Давайте я даже зачитаю. В следствии незнания адмиралам Поповым и его подчиненными конкретной обстановки невыполнения требований руководящих документов ВМФ в случае отсутствия всплытия подводной лодки в установленное время в надводное положение, а также из-за принятия ошибочных решений в процессе ожидания всплытия подводного крейсера, он был объявлен аварийным с опозданием на 9 часов. То есть при спасательной валерьмящей операции были упущены 9 часов. Или адмирал Попов дал подлодке НАТО уйти, как вы считаете? Чего раньше, что он молчал? Это абсолютная чепуха заявления Попова. Он это сделал по просьбе настоятельного и начальника главного управления генштаба, тоже адмирал. Это часть той идеологической кампании, которую пытаются ввести в Россию, подвергнуть население. Но дело в том, что это абсолютная чепуха. Официальная версия в данном случае справедлива. Почему 9 часов выжидали? Да потому, что Путин медленно. Ответственность лежит на президенте Российской Федерации. Это он не принял решения. Ну, отвечал, естественно, стрелочник Попов. Это первое. Второе. Если это было так, господа, значит, вы торговали кровью русских офицеров, кровью русских матросов. Вы 20 лет скрывали правду от русского народа. Сокрытие реального преступления, Валерий Дмитриевич. Конечно. Так за это надо объявлять импичмен. Тем, кто несет политическую, соответственно, за подобные решения. И обратите внимание, Оливьера, после того, как Попов об этом заявил, пропаганда через 2-3 дня, через 4, перестала эту тему поддерживать, раздувать. Потому что выяснилось, что это очень обоюдоострое заявление. И российское руководство выглядит в его свете крайне-крайне скверно. Я уже не говорю о том, с чего я начал, что это абсолютно не соответствует действительности. Никакой подлодки НАТО там не было. Попов об этом прекрасно знает. Путин об этом прекрасно знает. Оливьера? Да, Валерий Дмитриевич, вот давайте тогда дальше будем двигаться, не будем застрять внимание на этой теме, хотя она требует чудовищной катастрофы действительно для нашей страны и позорной для наших властей. Поговорим о той же верхушке, вернее, тех, кто себя к ней причисляет. Вот Сурков написал новую статью, которую я вам любезно скинула, вы мне написали, а я уже читал, что ты мне, девочка, не кидаешься в меня, в который раскрыл... Хорошо, что вы напомнили, Оливьер, да? Все строки, все страхи строки, боже мой, раскрыл правящей верхушке. Причина, по которой Владислав Юрьевич пишет свои заметки, а он, насколько я помню, за последний месяц опубликовал аж две статьи, на самом деле, не знает никто, кроме кремлевских инсайдеров. Вот вы у нас таковым считаетесь, пожалуйста, просветительное... Ну нет, причины как раз на поверхности. Что касается самой статьи, то я бы ее характерил как витиевато и глуповато. Что сухой остаток, ее нужно было свести к нескольким тезисам, даже к паре-тройке абзацев, это максимум. Все не стоит того, ну, вот знаменитая цитата из «Отцов и детей», «Аркадий, друг, не говори красиво». Вот это вполне можно было сказать Владиславу Юрьевичу. А мотив, он лежит на поверхности. Он знает, что готовится кадровое обновление, готовится кадровая чистка. Он бы очень хотел вернуться. Владислав Юрьевич показывает, что он такой интеллектуал, что такой интеллектуал нужен власти, ведь она лишилась интеллектуала. В общем, чистая правда. На этом безрыбье он, конечно, выглядит монбланом. Он, по крайней мере, умеет витиеватые предложения компоновать. Он просто напоминает, он заскучал, ему кажется, что у него есть шанс вернуться. Он знает, что Путин несколько раз упоминал с сожалением о том, что выгнал Суркова. Говорил, что Козак не так эффективен, что Сурков был более эффективен как переговорщик по украинскому направлению. Естественно, он на себе напоминает, прекрасно зная, что все это будет в докладах Путину, что об этом ему будут говорить Песков утром, значит, потом это появится еще в паре-тройке докладов. Вот, Эльвир, все находится на поверхности. Играет в поддавки. В качестве сущностей сверхнеобходимого. Ну, это же не поддавки. Чувак хочет вернуться во власть. Очень хочет. Пролезть. Любой говорит, смотрите, какой я замечательный. Из вас же быдло чекистского. Никто так писать не умеет, как я. Ну, чекисты как вы думаете, Валерия Дмитриевна? Как вы не любите такого умника? Я очень сомневаюсь, честно говоря. Очень сомневаюсь, потому что власть взяли те люди, которые его всегда недолюбливали, которые всегда были его оппонентами в силу тех или иных причин. И которые с подозрением, с таким ласковым чекистским прищуром смотрят на его словесные кульбиты. И считают его нелояльным. Так что я очень-очень сомневаюсь. Эльвира? Да, вот все хотела и обойти тему ковида, ковида стороной, но никак. Тем более, что Голикова у нас заявила, аллилуйя, коллективный иммунитет преодолел в планку аж 50%. Ну, как говорится, делите на двое. Тем не менее, Гинсбург заявил, что надо дотянуть нам всего-то до 75. Тем не менее, законное введение на все территории вот этих злополучных QR-кодов, они приторможены и отправлены в регионы. А регионы же, такой короткий ликбе с нашим зрителем, поддержавшие введение. Это у нас Приморье, насколько я помню, Рязань, Хабаровск, как кажется, Удмуртия. Я бы хотела сказать, что храбрые ребята, учитывая реакцию общественности. Вот, Валерий Дмитриевич, что интересно, да, и примечательно, в Татарстане идут по жесткому сценарию. Долго они не раздумывали, ввели QR-код, и теперь не попасть людям в общественный транспорт, пока не продемонстрируешь вот этот так называемый штрих-код безопасности вызвало все это, конечно, безумное количество негодований. Что примечательно, знаете, Валерий Дмитриевич, вот насилие швабрами, да, признание на гентами такой реакции не вызывает. А вот у нас, видимо, QR-какие-то красные линии, что ли, и оно и понятно в связи с тем, что отечественных вакцин у нас нет, или, в общем-то, действиям властей люди не доверяют, и их также можно понять. Что могло бы, Валерий Дмитриевич, в данной теме быть свидетельством того, что наше государство искренне пытается бороться за жизнь и здоровье, и что, или кто, может быть, мог бы помочь донести вот необходимость прививок, или хотя бы необходимость безопасного, бережливого отношения к окружающим. Вот врачи сегодня, да, насколько я помню, они обратились к общественности. Пока непонятно, поможет ли это. Эльвира, вы знаете, что Россия находится на одном из последних мест в Европе по вакцинации, мы чуть-чуть опережали Румынию, на один процент, если меня память не изменяет. И в Кремле решили, ну, что если, так сказать, пряником не получается, то есть уговорами, пропагандой, какими-то поощрениями, мы будем действовать с помощью жесткого сценария. А что, Лугали, эта пропаганда же говорила, что ничего не существует. Они изменили, да, они решили изменить концепцию. Это произошло как раз полтора-два месяца назад, что вот от мягкой, что нам не страшен ковид, у России такая блестящая система здравоохранения, санитарная, что дела у нас перешли к тому, что можно назвать запугиванием. Тогда стали публиковать более-менее близкие к реальности, не реальные, но близкие цифры о количестве заболевших, количестве умерших. Вот решили, значит, перейти к запугиванию, чтобы мотивировать жесткие шаги, жесткие меры. Значит, два направления. Это QR-коды. Путин принял решение ввести их. И второе, это обязательная вакцинация, подчеркну, обязательная вакцинация для всех, начиная с 14 лет. Ну, за исключением тех, у кого есть строгие медицинские отводы. Все это предполагается начать делать со следующего года. Формально обязательной вакцинации, обязательной QR-изации не будет, но фактически они будут реализованы, все это будет отдан регионам и Казань служит полигоном. Теперь, что касается возможности массового сопротивления. Это оценивалось и решили, что массового сопротивления не будет, что за рамки бунта в социальных сетях недовольство не выйдет. И пока что оно действительно не выходит. Это чистая правда. То есть, говоря языком социологии массовый дискурс не переходит в массовые практики. Это мы очень хорошо видим сейчас. Насколько справедливо это предположение или утверждение, я не знаю. Ответ, опять же, может дать только время. Но власть в данном случае питается успешным опытом проведения парламентских выборов. Точнее, я бы сказал, архиуспешным подсчетом голосов после голосования и отсутствием всяких протестов, всяких протестов. Ну, за исключением очень жалкой попытки коммунистов в Москве вывести что-то. Но коммунисты за это расплачиваются. И дело не ограничится только Рашкиным и Мартамоновым. На очереди и другие радикальные коммунисты. Их тоже возьмут за шкирку. Вы говорите сейчас про Мосгордуму. Да, их тоже за шкирку возьмут и на Цугунзер. И на Цугунзер. Не только про Мосгордуму, есть и другие места. Допустим, Саратов, там, где есть. Те, кто раздражает. И что, власть считает, что это можно продавить. И что очень важно, для чего это. Ну, если еще там вакцинацию нужно считать попыткой сохранить рабочее стадо, да, ну, вот мы их вакцинируем, они будут меньше умирать. Ну, нам же нужны люди, как новая нефть. Правда, мы с них будем больше. Ну, вообще, прекрасно продолжительность жизни сократилась. Многие уже не доживают до пенсионного возраста. Опять же, облегчение пенсионному фонду. Что чистая правда, потому что по статистике умирают все-таки люди старшего поколения. А вторая цель, она очень такая российская. Это политический контроль. Путину объяснили, он сейчас вообще буреваем этим стремлением цифровизации, вот неспроста он там говорил о защите аватара в метавселенной. Нашлись люди, так сказать, профитического склада, которые под влиянием каких-то фильмов начали говорить о перспективах. Ну, в том числе, не только фильмов, но опираясь на реальный опыт Китая. Конечно, криоризация это способ взять население под полный контроль. И мне привели пример. Это, кстати, заложено в концепцию закона об луток криоризации. Ну, представьте себе, вы хотите пересечь российская условно какую-то границу. Куда-то улететь. Пока нет, Валерий Дмитриевич, но все настаивают. Посмотрели ваш паспорт, где-то все в порядке, а ваш QR-код? Ого! Он недействителен. Как недействителен? Не знаем. К паспорту вопросов нет. А идите выясняйте, что у вас QR-код. Привет. Скажите, это вместо выездных виз будут вводить. То есть могут любого человека остановить. Я уже говорю о том, что нужно будет любого не посадить в любой самолет, в любой поезд. Ах, вы хотели поехать на семинар по развитию гражданского общества? Извините, у вас QR-кодом беда. Поэтому все движется в этом направлении. И решения принципиальные, хотя предварительные, они приняты. Если людей не хотят, чтобы эти предварительные решения реализовывались, им надо реагировать. Им просто надо реагировать. не в социальных сетях. Власть считается только с теми, кто пытается сопротивляться. А сколько не будет дискуссий между вакцерами и антивакцерами, это уже настоящая холодная гражданская война, власть только потирает руки. Потому что это взаимное уничтожение человеческой энергии. И оскотинивание, кстати, взаимное. Это очень хорошо заметно. Власть это вполне устраивает. Она этим очень обстоятельством довольна. Эльвира? Давайте, Валерий Ильич, мы спросим нашу аудиторию. Уважаемые зрители, вы поддерживаете введение QR? Я тут добавлю нам опрос, и мы спустя какое-то время обязательно выясним, как проголосовала наша аудитория, смотрящая нас. Смотрят нас почти полторы тысячи человек. Спасибо вам, уважаемые зрители. Я вас попрошу ссылку распространить в своих социальных сетях и очень вас попрошу комментировать как можно больше. Таким образом вы способствуете продвижению контента. Даже если вас не устраивает что-то в наших прямых трансляциях, мы будем совершенствоваться, но так вы способствуете продвижению. Валерий Дмитриевич, Путин тут хвастался своими антителами, еще бы признавал антидела, которые торжествуют на территории нашей страны долгие прививку, вроде бы как по-моему ревакцинировался он. Ну, коль говорили, что он там вакцину делал. Не молодец ли, Агварий Дмитриевич, президент наш? Да это вранье, он не делал никакой ревакцинации. Это абсолютно вранье. Это просто выдумки. Ему пришлось это заявить, поскольку появилась информация о том, что у него диагностирован COVID, это правда. У него диагностирован дельта-штамм, одна из модификаций. Его интенсивно лечат от этого. Давно болеет. Никакой, сейчас скажу, но несколько дней уже. Вот он как раз, у него температура была 39, накануне его выступления на расширенной коллегии МИДа. С помощью эффективного, довольно эффективного интенсивного лечения температуру сбили до 307,5, но никакой ревакцинации в такой ситуации просто не делается. Он вообще не вакцинировался. Он не вакцинирует абсолютно чепуху. Он не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Это просто исключено. У него строгие медицинские противопоказания от вакцинации. Поэтому он и сидел в бункере и продолжает сидеть. Ну, ему пришлось, чтобы доказать, что он здоровый, что он вакцинировался, начать говорить о том, что он уже и назальную вакцину испытал. Это же просто смешно. Такая синхронность. Как только появляется сообщение, появилось сообщение о том, что у Путина ковид, тут же, наперебой, он стал опровергать то, что у него ковид. Ну, естественно, его верный пес пресс-секретарь. Это настолько забавно наблюдать, что никакой ревакцинации у него не было и быть не может. Это вообще абсолютно исключено. В России есть лекарство от ковида. Оно есть, действительно. Оно считается весьма эффективным. Его эффективность, возможно, не хуже, чем у таблеток Pfizer, но оно существует в ограниченном количестве. С помощью этого лекарства лечили как раз российскую элиту. Но Путину оно тоже не показано в его ситуации. Поэтому его лечат традиционной терапией. Ну, и вообще, ковид, ну, это болезнь неприятная. В подавляющем большинстве случаев же не смертельная. Это уже знаю. Валерий Михайлович, кто спрашивает, а я посмеиваю, сижу. Валерий Михайлович, ну, спросите, где он, Эля говорит, Валерий Михайлович, передайте, спросите, где он его подхватил-то, если он в бункере сидит. А ну? Я думаю, что выясняют. Выясняют. Там же было сообщение о том, что в его окружении, в его охране было 15 или 20 человек с ковидом диагностировано. Так что это вполне могло быть. Тем более, он не всегда живет в бункере. У него еще есть семья, с которой он тут общается. Те две женщины, 4-5 детей. Совсем больше. Совсем не в бункере. Так что, возможно, существовало. Валерий Михайлович, ну, коль заговорили про Путина, давайте и про брата-акробата тоже вспомним. Лукашенко тут решил поговорить вдоволь с мировой общественностью на волне миграционного кризиса, о котором мы в начале часа беседовали. С журналистами BBC он общался и произнес такую фразу, что, мол, я начну, представляете, да, себе, переговоры с Тихановской, как только Путин сядет за стол переговоров с Навальным. Вот что вы думаете в части подобных высказываний, не забывая также о том, что Путин не так давно ранее заявлял, что, мол, и белорусским властям, и белорусской оппозиции уже пора бы побеседовать дежавю какой-то, на самом деле. Ну, почему? Лукашенко троллит Путина. Он эту фразу не первый раз произносит. Он просто первый раз ее произнес публично. Но во время переговоров в Сочи он ее Путину и произнес первый раз, когда президент России опишет. Владимир Владимирович, а почему вы не ведете переговоров с Навальным? Ну, Путин, кстати, не имел в виду, никогда, естественно, не подразумевал Тихановского. Он подразумевал в виду освобождения Бабарико из тюрьмы. Несколько раз просил, чтобы Бабарико освободили. Бабарико – это пророссийский кандидат. И Россия сделала на него ставку в свое время на президентских выборах и рассчитывает, что в случае освобождения Бабарико возглавит пророссийскую партию и станет преемником Лукашенко. Ну, зачем же это Александр Григорьевич? Он хочет преемника назначать, осуществлять транзит в Белоруссии на своих собственных условиях, а не на условиях Путина. Он прекрасно понимает, как только он на эти условия согласится, как говорится в одном романе, дни его будут сочтены. Зачем ему это? Так что это старый спор сновян между собой. И это именно, так сказать, адресовано было Владимиру Владимировичу, которому это вызывает приступ недовольства, как его вызвало недовольство и то, что Лукашенко вакцинировался в Pfizer. Лукашенко и вся его семья. Не спутником, а Pfizer. Так что Лукашенко перестал быть антивакцером. Он сейчас сторонник вакцинации. Но для себя одна вакцина, а для других другая. Пусть спутник для народа. А для слуг народа прекрасно подойдет Pfizer. Эльвира? Ну и народ российский, на мой вопрос, поддерживатель введения QR. Да, 8% нет, 92%. Вот так. Завершаем мы опрос. Двигаемся дальше. Валерий Дмитриевич, о яблоке. Те они еще фрукты. Во, как все повернулось, развернулось. Что, на ваш взгляд, если парой коротких тезисов с ними все-таки произошло? Видите, в этом том, что они творят уже, я думаю, никакой указки, даже уверен, со стороны кремляния. Это просто, я бы сказал, тонатус, я это называю, инстинкт смерти, который движет политическая организация. Не более того. она встала на путь самоуничтожения. Ну, в конце концов, это ее дело. То есть, она на протяжении всего этого года последовательно совершала шаги в этом направлении. Наконец, видимо, решила дойти до конца. Ну, что могу сказать, прискорбно. Тем более, что электорат у яблока все равно есть. Это немалый электорат в Москве, в Петербурге. Но с такой политикой, да, внутренних чисток, идеологических запретов, конечно, партии ничего не светит. Но вместе с тем, я думаю, что к ней будут обращаться все равно во время муниципальных выборов. Да, в Москве, я имею в виду. Ну, и не только муниципальных в Москве, но и каких других выборов. То есть, она сохраняет шанс оставаться какой-то крышей. Крышей, ну, то есть, партия, которые способны выдвигаться для ряда людей, желающих заниматься или желающих в той или иной мере участвовать в политической деятельности. Ну, вот на этом и будет зиждеться ее остаточное влияние. Все остальное выглядит, увы, весьма прискорбно. Олег Мич, а вот не кажется ли вам, что основная беда, основная бича оппозиционных сил это, как сказать, сосредоточение, что ли, на одной персоне и невозможность абсолютной преемственности, ну, начиная с коалиции, заканчивая партийными структурами, партийными ячейками, где слово «ротация» у несменяемых вызывает оторопь. Ну, возьмем системную оппозицию, в кавычках, там, посмотрите, пожалуйста, кто у коммунистов, у нас ЛДПР, «ротация» и «ротация» и «ротация». Ну, сюда же и яблоко можно записать запросто. Ну, и непосредственно, когда происходят какие-либо движения относительно каких-то коалиций, мы видим одних и тех же персон. А не проще ли, я сейчас очень жестко скажу, естественно, в переносном смысле, ставить щитом женщины в кавычках детей, то есть лиц, которые не являются столь публичными, чтобы осуществить те благие деяния, которые там, условно, замышляются, да, продвигать какую-то идею, выдвигать каких-либо депутатов. Ну, я говорю о том, что мы не видим почему-то сменяемости, это битч главный, который способствует тому, что правящая элита находится во главе. Ну, мы не видим сменяемости ни условного власти, ни сменяемости условного в оппозиции. Мы не видим ни там, ни там. А почему мы не видим эту оппозицию, вы знаете, я отвечу, может быть, странно, но дело в том, что оппозиция глупее власти. Вот это надо признать. Оппозиция гордится своим интеллектуальным превосходством, зачастую на образовании, может быть, эстетически тоньше, но в том, что касается политики, она совершенно точно глупее. Глупее. То есть дело не в моральных качествах, дело в элементарной интеллектуальной глупости. Если бы она была хотя бы вровень с властью или чуть умнее, она совершенно точно вела бы себя иначе. Но она проигрывает власти раз за разом. Это первая беда. И вторая, что оппозиция ни на йоту не верит в свою способность выиграть, победить. Поэтому она встраивается в те условия, которые предлагает власть, и она не борется за власть. в чем существо политики, она еле-еле имитирует, уже даже не имитирует попытки этой борьбы. Потому что тех, кто находится во главе оппозиционных организаций, это все уже вполне устраивает. А тех, кого не устраивает, да, они находятся или в тюрьме, или за границей. Или, как мы сейчас с вами, пускаем, значит, отравленные паркянские стрелы во всех направлениях. Не знаю, долго ли мы их будем еще пускать, Альвир. Потому что я ожидаю как раз новые волны репрессий. В финале я задам вам вопрос, который будет к вашим словам приурочен. Валерий Ильич, пожалуй, предпоследний вопрос вам задам, потому что есть над чем поразмышлять еще в последнем моем спиче. Вот так называемые прогнозы о приземлении и те, кто появляется здесь на канале, о том, что все у меня на канале крупные, гигантские корпорации и компании должны будут открыть представительство, сбывается. Стало быть, наш вот этот, стала быть цензура и глаз Роскомнадзора не заставит себя ждать. Вы слышали, да, что сейчас просят открывать представительство и Google, и Apple, и Twitter, и Telegram, и YouTube здесь. Я так понимаю, что крупные IT-компании скоро будут спешно покидать нашу страну, что мы видели на примере Беларуси. Собственно, программирование не требует локализации в определенной точке. Я думаю, что мы скоро потеряем большую часть нашего думающего общества прогрессивного. Ну, я думаю, что это будет не так все-таки быстро, потому что вот так расплеваться западными IT-гигантами, это было бы глупо во всех смыслах, в том числе в плане привлечения инвестиций. Вы уж решите, вам нужны инвестиции, не нужны, потому что это вряд ли способствует инвестиционному климату. Согласитесь. Это первое. Второе. Вместе с тем в этом направлении будут двигаться и будут шантажировать эти компании, потому что надо от них, не чтобы они локализовали, это не самое важное, чтобы они пошли на компромисс и сказали, ну окей, мы будем удалять тот контент, который вы считаете запрещен. Вы нам будете посылать свои соображения о запрещенном контенте, и мы будем интенсивнее с ним работать. И я думаю, что этим корпорациям предложат такую сделку. Пойдут ли они на эту сделку или нет, я не смотрел просто цифры, какую часть, какое значение для них имеет российский рынок. Не думаю, честно говоря, что значительное. То есть, ну вот российские потребители, российские граждане несут, конечно, в этом случае, или понесли бы, точнее, колоссальный ущерб. И я думаю, что как раз вот потенциал недовольства именно рядовых граждан, не тех, кто интересуется политикой, что такое вообще закрытие Ютуба? Ручью бы его не заменят. Как помните, были попытки создать собственный поисковик, там спутник, ну и что? Деньги были потрачены, и поисковик в итоге закрыли. Я думаю, то же самое будет и с, там сказать, с русской версией Ютуба. А вот потеря этого Ютуба вызвало бы очень сильное, не только его, конечно, вызвало бы очень сильное недовольство в обществе. Поэтому на кампании будут давить, но, по-моему, пока рокового шага не готовы сделать. проще в случае волнения, и к этому считают, все готово, замедлить скорость интернета, да, там, отключить мобильную связь в центре города. Опыт есть уже, и в Москве мы это наблюдали во время массовых в Москве только так, да. В Ингушетии там целую республику отключали во время тамошних волнений. Так что, в принципе, готово. Подготовка полным ходом. Да. Валерий Ильич, вы уж извините, но вот в финале редакция интересуется, обещала я спросить, при этом настоятельно просят вас, нас с вами не отникиваться и не ерничать, отвечает. Зачитываю буквально. Валерий, как вы до сих пор живы и здоровы при всем том, что вы говорите в отношении путинского режима, ну и лично нашего президента, в то время, как власть буквально расплющивает гораздо менее известных людей за гораздо меньшую крамолу. Ну, не состыкуется, Владимир Ильич, как я понимаю, это у людей. Помимо этого, ваши источники... В конце вопроса содержатся. Да, секунду. Я более известен. Да, помимо этого, ваши источники в Кремле, ну если таковые имеются, вычисляются элементарно, замечает наш собеседник, наш зритель. И современная технология слежки и прослушка позволяет нам сейчас многое. Поэтому всякие гипотезы, Валерий Ильич, возникают у людей. Вот при всем озвученном все вас слушают и уважают, но все-таки недоумевают. Как же вы до сих пор живы и на свободе? Что вы на это ответите, Валерий Ильич? Ну что касается источников в Кремле, вычислить это абсолютная глупость. Это просто невозможно сделать. Потому что современные технологии позволяют как раз связываться совершенно беспрепятственно и без всякого внешнего контроля. Для этого просто надо знать, чем пользоваться, когда пользоваться и как пользоваться. То есть это вполне реальная вещь. А источников этих, могу сказать уважаемым зрителям, вообще-то немало. Крем течет как дырявый решеток. Потому что не говоря о том, что можно пользоваться даже той информацией, которая носит вполне официальный характер. Вот, пожалуйста, я вам сейчас приведу пример, очень с моей точки зрения интересный. Мне сейчас прислали сообщение. Так, смотрим. Вот Путин принял назальную вакцину. Путин сказал в порошковом виде, а Песков сказал в каплях. Вот вам пожалуйста, вот вам ответ на вопрос, принимал ли Путин вакцину или нет. Сразу же очевидно, что он никакой вакцины не принимал. Потому что она не может одновременно находиться в двух состояниях. Это первое. Второе, это то, с чего я начал. Огромная возможность, огромные возможности для получения информации сейчас. Никогда таких в России еще не было. Просто надо, чтобы вам доверяли. чтобы были абсолютно уверены, что вы никогда ни при каких условиях не сдадите тех людей, которые вам доверяют. И это все строится на личном доверии. Как формируется личное доверие, это другой вопрос. Наконец, что касается, почему вы все еще на свободе, я могу сказать, спросите Патрушева. Жив и на свободе. Патрушева. А вы вообще Невзорова слушаете? Я, конечно, наши зрители, безусловно, а нашим зрителям задайте этот вопрос. Я в подметке, я вот, я как раз их задаю, я в подметке по, я бы сказал, афористичности, метафоричности своих высказываний и по их жесткости не дожусь в подметке Невзорова и Ройзвана с их, мы сказали, изящные манеры выражаться, особенно Ройзмана. Я мог бы привести еще несколько примеров. Так что не надо думать, что дело только во мне. Не надо думать. А известность, это как раз публичность, это за чьи-то. Чем вы публичнее, тем лучше. Потому что, в конце концов, начинает работать такой принцип, что, извините, это прозвучит грубовато, не тронь говно, чтобы не вонял. Вот. Ну и, наконец, в конце концов, слушайте, Навальный стоял во главе организации. Это очень важно. А вот ни Ройзма, ни я, ни Яшин, да, ни Невзоров во главе организации не стоят. Ну, таких, я бы сказал, эффективных организаций. И это тоже имеется в виду. Так что все на самом деле находится на поверхности. Просто надо, как писал Честертон, если есть интеллект, попытаться им воспользоваться. и знать о том, что любая сумма фактов имеет не одно, а несколько, как минимум, убийств. Эльвира? Спасибо, Валерий Дмитриевич. Спасибо вам. Тут говорят, какой же, какой же бестактный вы задаете вопрос. Друзья, я обещала нашим постоянным зрителям этот вопрос задать, потому что меня этим вопросом уже заколебают. Валерий Дмитриевич, я от себя также в финале выскажусь. Позвольте мне две минуты. Знаете, действительно, для меня он отчасти бестактен, но в то же время резонен и характеризует, я думаю, вы со мной здесь согласитесь, наш режим, ведь в стране с такой тотальной диктатурой инакомыслие является преступлением. Никак иначе мы с вами, Валерий Дмитриевич, не только мы и всех людей, которых вы перечислили, это, как, знаете, бомба замедленного действия. А вот в странах с реальной демократией, уважаемые зрители, если вы заметите, такого бы вопроса, я предполагаю, не последовало, потому что критика власти там, она абсолютно нормально, адекватно и общепринятна. Нормальная практика, да. Да, да, ну и во-первых, да, что хочу от себя также отметить, занимаясь реальной политикой, а не так, знаете, в песочнице поиграться, поковыряться, человек, как правило, взрослый, он всегда отдает себе отчет о том, что готов брать на себя ответственность за сказанное и сделанное, содеянное, в простонародье, Владимир Владимирович, коль уже начали выражаться, мы, это называется, отвечайте за базар, пожалуйста. И в том числе человек должен понимать, что близкие твои находятся под угрозой, мама, привет, прости, под прямой угрозой я подчеркиваю, ну, про собственную персону, да, я говорить и не хочу, и не приходится, ну и во-вторых, уважаемые зрители, все те, кто у нас находится в оппозиции к власти, кто-то в радикальной готовы принимать на себя все тягоды, если у них, естественно, есть голова на плечах в тягоды, именуется в том, что вы вполне возможно не сможете иметь тот достаток, который хотите, не сможете найти работы, это повсеместно у наших гражданских активистов и у людей, которые занимаются оппозицией, и приходится вам постоянно претерпевать какие-то провокации, вот Валерий Дмитриевич тоже, я думаю, здесь, здесь также скажет, что да, это имеет место быть и ссоришься с близкими, действительно, или вообще близких не находишь, потому что постоянно быть в новостной повестке и постоянно заниматься гражданской активностью, это не любой вытерпит, ну и, наконец-таки, сесть, быть отравленным, мы говорили сегодня про Навального, или сесть за решетку, здесь это тоже все прекрасно понимают, ну и, если ваши опасения за жизнь оппонентов, да, и в том числе Валерия Дмитриевича искренне, то вот в случае с политиками, действительно, вы правильно сказали, наш инструмент или хотя бы частичная безопасность, это вот ваша публичность, потому что сейчас другого не дано, ну и главное в случае с теми, кто остается в российской политике, потому что сейчас очень многие уезжают, это то, что привыкнуть к провокациям и угрозам, ну как ни странно, мы к ним привыкли, да, вот свыкнуться вот с той подлостью и ненавистью по отношению к собственному народу, вот совершенно не представляется возможно.